Начинают собирать роботов, то есть мы видим, как машины собирают другие машины. И этот процесс, он достаточно сложный. И в Украине есть проекты, стартапы, которые разрабатывают продукты. И в частности будет идти речь о технологиях для промышленности, основанных на искусственном интеллекте. Прошу. Я долго думал, с чего начать. И два локаута, подсказать с чего. Чем дальше мы заходим в развитие, тем человечество становится могущественнее, тем оно становится технологичнее. Тем больше оно может. Но при этом, тем больше оно уязвимо. Потому что чем больше технологий, тем больше страха потери технологий. Чем больше сложной техники, тем дороже становится человеческая ошибка. Индус 4.0 и вообще индустриальная революция, вообще революция четвертого поколения, технологическая, это про то, чтобы человека стало меньше, но при этом человеку стало лучше. Чтобы было больше безопасности, больше правильных решений, меньше ресурсов использовано и получен лучший результат. Есть у Индус 4.0 шесть базовых составных частей. Это искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, это роботизация, это 3D-моделирование и 3D-печать, это компьютерное зрение. Наша компания начала свою работу еще в 2017 году с военных технологий. Мы разрабатывали решения для тяжелой военной техники на основе компьютерного зрения, дополненной реальности и искусственного интеллекта. В 2019 году, то есть всего полгода назад, 8 месяцев, мы поняли, что все, что может применяться в войне, может применяться и в промышленности. И разработали очень быстро три базовых решения. Базовое решение номер один – это форсир. Форсир – это система обработки и анализа данных искусственным интеллектом. Скажу очень просто, что она позволяет делать. Она позволяет брать весь массив данных про производство и превращать его в полезную информацию. Например, есть два базовых выражения этой технологии. Видеоданные. На любом предприятии есть видеокамеры. На любом предприятии есть необходимость соблюдения техники безопасности. Но есть два фактора человека. Первое – у того, кто нарушает. И второе – у того, кто должен контролировать. И там и там высочайшая возможность ошибки. Форсир – это устраняет. Прошел слайд номер пять. Не хочет слайд номер пять? Сейчас будет. Сейчас будет? Чудесно. Пока я переделаю, расскажу. На этом слайде будут видны две технологии. Первая – это работа с движущимися объектами, то есть с людьми. И вторая – это контроль периметров. То есть, если человек появляется перед камерой в шлеме, то он распознается как ненесущий угрозы. Если без шлема, то как несущую угрозу. Если человек находится вне опасного периметра, он опять же в безопасной зоне. Если он в опасном периметре, он обозначается черным цветом. Казалось бы, обычная информация, но мы уже научились ее превращать в полезную. Во-первых, автоматическое формирование отчетов. Во-второе – онлайн оповещение. Если мы понимаем, что человек находится в опасной зоне и видит опасную ситуацию, то он, ответственный инженер или ответственный оператор, получает эту информацию и может на нее прореагировать. Это первый вариант форсира. Второй вариант форсира – это анализ не только видеокамерами, но и, допустим, спектральным анализом или тепловизионным. Мы отслеживаем перегревы оборудования. Мы отслеживаем диффузию, например, больших металлургических ковшей. Мы можем прогнозировать их поведение, прогнозировать жизненный цикл оборудования и предупреждать аварии и катастрофы. Это форсир. Второй продукт, он будет чуть быстрее – это Genesis. Прошу следующий слайд с картиночкой. Genesis – это технология виртуализации производства, виртуализации оборудования. Она позволяет собрать все необходимые данные про оборудование, про технологические процессы. Она позволяет их цифровозовать и геймифицировать. То есть, если у вас сотрудники должны работать со сложной техникой, но у них не хватает квалификации, если они не хотят работать со сложными инструкциями, мы можем совершенно спокойно снять 3D-модели со всей вашей техники и со всех ваших технологических процессов, что еще важнее, мы можем снять 3D-модели с вашей готовой продукции и автоматизировать ремонт и контроль, виртуализировать его, дать возможность с помощью смартфона, планшета или очков дополненной реальности вашему сотруднику онлайн получать инструкцию, как ремонтировать технику, как осуществлять сборку, как проверять качество. И самое важное, вы можете со своего пункта управляющего производством контролировать, что сейчас на глубине или в сложных условиях, или во время ремонта делает ваш инженер-рабочий. То есть, он ремонтирует, а вы еще это и записываете и потом проверяете. То есть, помимо контроля процесса, вы еще получаете сбор ошибок и умное обучение. И последний продукт на сегодня – это продукт для тяжелой техники. Прошу последнюю картинку. А здесь вы видите войну, потому что этот продукт родился на танке, а сейчас он используется на самосвалах и другой тяжелой технике. Это ЛПМК, то есть система, которая позволяет решить три базовых проблемы. Во-первых, она дает возможность ориентироваться в условиях тяжелой видимости. Если вы оператор самосвала, вы не видите ничего, кроме того, что находится перед вами. Если вы работаете в карьере, у вас ограниченная видимость, и вы не можете взаимодействовать с объектами вокруг. Что делает эта система? За счет датчиков, камер, любых дальномеров, измерителей температуры, она дает на планшет, на экран, на очки дополненной реальности информацию про то, что происходит вокруг. То есть, какие важные объекты находятся вокруг, находятся ли в опасной близости люди. Она их распознает, и оператор техники получает всю нужную информацию. Эта система является основой дальнейшей роботизации и автоматизации техники. Сейчас она работает как подсказчик, дальше как автоматизатор. Уже есть пилотный проект по автоматизации тяжелых самосвалов. Мы уже его реализовываем. И последний слайд попрошу, точнее, предпоследний. Что дает эта система, в принципе, нашему пользователю? Первое. Это уменьшение человеческого фактора. То есть, человеку сложнее ошибиться, и человека легче контролировать. И все следующие преимущества следствия этого фактора. Первое. Вы снижаете долгосрочные капитальные операционные расходы. Вы увеличиваете экологичность. Вы защищаетесь от проверок регулирующих органов, потому что у вас меньше несчастных случаев. Вы улучшаете свою деловую репутацию. И последнее. Внедрение таких систем, которые делают производство эффективнее и безопаснее, позволяет вам в первую очередь улучшить отношения с клиентами, кредиторами, инвесторами и потенциальными партнерами. Индекс 4.0 – это про безопасность и про эффективность. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Блестящий, стремительный доклад. Мне кажется, B2B ориентированный, но я думаю, что всем было интересно из точки зрения технологий. Друзья, последний докладчик, последние вопросы. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Есть заказчики? Есть желающие поучаствовать в инвестициях? Давайте поблагодарим спикера прежде всего. Сувениры от Интерпайпник Фест всегда и каждому. Большое вам спасибо. Роман Кравченко, я напомню, модератор нашего последнего блока, который и вчера завершал программу, и сегодня назывался он одинаково «Украинские стартапы». Подарочек у нас для вас есть, но есть ли у вас заключительное слово? Да, я пару слов скажу. Если у кого-то есть идея, желание, ресурсы находятся, обращайтесь. Если не у меня, есть знакомые, у которых есть желание соучаствовать в чем-то интересном, welcome. Всем спасибо. Давайте повторим то, чем мы завершали в прошлый раз. Кому к вам имеет смысл обращаться? Ходят люди, в головах у людей ходят идеи, когда надо выходить на акселератор, на совместное творчество. Хорошо. Как только появилась идея, сразу обращайтесь. Шикарно. Друзья, есть идеи, обращайтесь. Есть уже механизмы, которые помогут вам дойти до производственной стадии. Роман Кравченко, IoT Hub, лаборатория Акселератор, наш модератор. Ваши аплодисменты. Спасибо нашим самым верным слушателям. Мы закрываем open-air лекторию, уже даже холодает на улице. Было два увлекательных дня. Я, как обычно, четвертый интерпайп техфест не был похож на все предыдущие. Что будет придумано к пятому? Как будет выглядеть экспозиция? Какие роботы из каких стран сыграют для нас музыку? А может быть, не роботы и не музыку? Мы не знаем, потому что вот сейчас, завтра, ну нет, послезавтра, когда все чуть-чуть это спятся, начнется подготовка к интерпайп техфест 2020. Мы, как говорил Дмитрий на открытии, наша миссия «Make engineering great again» продолжается. Она выполнима, она выполнима на уровне Днепра, на уровне Украины. И мы видим четвертый год подряд и второй день подряд интерпайп техфест 2019, что Украине в плане идей, в плане инжиниринга, в плане технологии производства есть, что предложить миру. Это значит, что у страны есть перспектива. И мы благодарим всех, кто участвует в генерации этой перспективы, воспитывает свои мозги, дарит человечеству идеи. И все вместе мы идем в ногу с прогрессом. Украина надеется на вас, друзья. Всем участникам интерпайп техфест 2019 огромное спасибо, кто здесь перед нами и все те, кто нас слышит. Давайте встречаться через год, ну и давайте не терять те связи, которые вы наработали на протяжении двух дней замечательного фестиваля. Интерпайп техфест – главное инженерное шоу страны. Закрыто!